В любых домах зверинец зоопарк, согласно Библии нашего жаргона. Здесь особи и виды, неважно млад ли, стар, индюк во франте, голуби в пижоне, с змеей и аспидом ползущим языкастой, был наречен в пустыне Иоанном. Не жалить ближнего дает здоровь напрасно, до самой смерти в скорпионе жало. Жуки навозные, рептилии, злюк, вылазят поминутно в разговоре, чуть не по ним их матушке пошлют, любые доводы о небе он оспорит. Овцой паршивой верующий назван, свиньей грязной попиравшей жемчуг, все грешники одной сплошной заразы, которых только Иисус излечит. Львы хищные, детеныш кровожаден, под олигарха роль свою спроворит, и журналист, как скул, с повадкой гадит, с корреспондентом, наворочив горы. Блудливых, ржущих, жеребцов табун, аборт низкобылисты вне очереди ищут. Нет ни на что дикарского табу, блевотина привычная им пища. Полет свободный нужен для орла, и благовестникам приличен этот образ. И Библия, заветные два крыла, легко расправится из королевской коброй. Артистов, звезд, мышинная возня, зловония подмозков, гнусных фильмов. Младенческим маразмом их казнят, семейные развалы здесь преизобильны. Из Ноева к овщега, вошедший ярым зверем, таким же вышел. С церкви же не так. Преобразиться волку овцу, в Христа поверив, ястреб голубем в крещение заблистал. 4 октября 2007 года.